Четыре дня в неделю 15-летний Шайан Уолкер и Ариэль Кларк после школы отправляются делать прыжки и повороты на ледовом катке. Они ходят на курсы, которые называются фигурное катание в Гарлеме. Для этого Нью-Йоркского района, где исторически проживают афроамериканцы, этот кружок вначале был не совсем обычным. Фигурное катание в США долгое время считалось спортом элитным. «Как бывшая профессиональная фигуристка, я помню, что в детстве никогда не видела цветных девочек. Я не видела детей из малообеспеченных семей. Это был дорогой, элитный и, честно говоря, белый спорт. Когда у меня появилась возможность тренировать черных и коричневых девочек, которые просто жаждали учиться, я, не раздумывая, согласилась. Мы именно обеспечили им возможность». Появились курсы в далеком 1997 году. Сегодня сюда ходят девочки возрастом от 6 до 18 лет, которые живут в Гарлеме, Верхнем Манхэттене и Бронксе. Каждый год программу проходит около 300 учениц. «Это действительно помогает мне стать более целеустремлённой. Мне нравится фигурное катание именно поэтому. Спорт также помогает мне в других областях, таких как наука, в которой я не сильна. Он учит меня не сдаваться». Здесь также есть курсы математики, программирования, публичных выступлений и экономики. «В школе фигурного катания есть много программ, где учат говорить. Мы привыкли выступать публично». Основательница школы говорит, что этот спорт учит девочек вещам, которые потом им очень пригодятся в жизни. «Катание на коньках – это постоянные падения и подъёмы. Они учатся, что падать – это не страшно. Таким образом, вы чему-то учитесь и пробуете заново, и не сдаётесь, пока что-то не освоите». По статистике, подавляющее большинство девочек, которые участвовали в программе, потом поступили в колледж.